Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Горках Ленинских прошел выездной президиум Российского профсоюза работников культуры. Первая и основная задача все-таки профсоюза защиты социально-трудовых прав и экономических интересов членов профсоюза. С сентября 2019 года в Московской области действует губернаторская программа «Я родился в Подмосковье». Большая часть рожениц выбрали подарок после родов, так как он вмещает в себя много вещей, которые очень будут полезны. Новая художественная выставка в историко-культурном центре. Ну вот эта выставка, конечно, тронула прям за сердце, за душу. В научно-культурном центре в Горках Ленинских прошел выездной президиум Российского профсоюза работников культуры. Гости мероприятия обсудили насущные вопросы отрасли и поделились друг с другом накопленным опытом. Побывала на встрече и наша съемочная группа. На расширенном президиуме Российского профсоюза работников культуры собрались деятели искусства со всего Подмосковья. Из Домодедова, Каширы, Ступина, Бронец и многих других муниципальных образований. Площадкой проведения стал научно-культурный центр в Горках Ленинских. На повестке дня – вопросы организационной работы, мотивации профсоюзного членства, обмен опытом и, конечно, построение планов. Уважаемые коллеги, у нас действительно большие праздники впереди. У нас в ноябре будет празднование 90 лет профсоюзов Московской области. Скорее всего, это мероприятие пройдет в Московской областной думе, в зале Московской областной думы. 2019 год вообще богат на юбилеи. 90-й день рождения скоро отметят и профсоюзы работников культуры. Такие объединения – большое подспорье для деятелей искусства, считает Татьяна Барсукова. Первая и основная задача все-таки профсоюза – защита социально-трудовых прав и экономических интересов членов профсоюза. Вопросы оплаты труда все равно не возникают не только в муниципальных образованиях, но и в федеральных учреждениях культуры. Мы оперативно их решаем, мы вместе двигаемся, мы работаем совместно с руководителем. На территории Ленинского городского округа сейчас работают 11 профсоюзных организаций, в которых состоят более 300 человек. Профсоюзы – это, конечно же, очень мощная сила в организации проведения различных и общественных мероприятий. Но самая главная задача их – это объединение людей, помощь людям и, так сказать, хорошее творческое общение. У нас проходит в музее-заповеднике Горки-Ленинске очень много развлекательных программ, концертные и детские спектакли. Мы привлекаем по пригласительным билетам детей, которые были в профсоюзной организации, их родители, бабушек и дедушек. Мы им делаем пригласительные билеты бесплатно, так как они очень долгое время работали в музее-заповеднике Горки-Ленинске и были работниками профсоюзной организации, участниками. И профсоюз – это семья, которая всегда может прийти на помощь. Встреча получилась очень информативной и плодотворной. Благодарностями и памятными подарками отметили наиболее отличившихся деятели искусств. От нашего муниципалитета награды получили пять человек. Среди них – наши коллеги-сотрудники телеканала «Видное ТВ», которые в начале месяца успешно выступили на фестивале телекомпании Московской области «Братина». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». С начала осени 2019 года в Московской области действует губернаторская программа «Я родился в Подмосковье». Теперь счастливые родители имеют право на получение подарочного набора для малыша. Екатерина Коваленко поздравила видновчан Павла и Надежду Русаковых с пополнением в семье и заглянула в волшебную коробку. Мы вас поздравляем с этим прекрасным событием. Вручаем вам первый документ вашей дочке. Судивительство о рождении. Спасибо. Поздравляю. Спасибо. Главный документ видновчанки во втором поколении Марьяны Русаковой вручается ее родителям непосредственно в роддоме при выписке. В праздничный день собрались самые близкие родственники и друзья, которые не в силах сдержать эмоции. Мой самый счастливый день в жизни. Это прекрасный момент. Это моя любимая доченька. Она немножко кричит и нервничает тоже переживать. Это чудо. Приятным сюрпризом стал подарочный набор для новорожденных под названием «Я родился в Подмосковье», который с 1 сентября вручается по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вес и размеры коробки внушительные. Здесь буквально все. От бутылочек и памперсов до одежды и игрушек. Подарки очень много вещей, которые включают в себя такие вещи, которые необходимы для ребенка в первый год жизни. И можно сэкономить время. То есть не бегать по магазинам, а уже это есть в наборе. И, конечно же, это большой такой плюс для любой мамы. С начала года в перинатальном центре появилось на свет почти 5000 маленьких видновчан. А с приходом осени, когда заработала программа, сотни родителей уехали домой с волшебными коробками. Право на подарок имеют семьи, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. По желанию можно получить денежный эквивалент. Это 20 тысяч рублей. Губернаторская программа, в отличие от московской, имеет преимущество, так как у женщины есть выбор между выплатой и подарком. Большая часть жениц выбрали подарок после родов, так как он вмещает в себя много вещей, которые очень будут полезны. К тому же теперь в любом областном роддоме есть возможность оформить документы на ребенка. И это не только свидетельство о рождении, но и с НИЛС и ИНН. А еще можно, например, встать на учет в молочную кухню или записаться в детский сад. Ика Зелина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И в продолжение темы. В этом месяце Видновский перинатальный центр установил собственный исторический рекорд. За первую половину октября здесь на свет появилось 11 пар двойняшек, а в один из дней целых три двойни. Видновский перинатальный центр является учреждением третьего уровня, поэтому двойни рожают у нас, и наш сектор, если есть такая женщина, в общем-то, курирует таких пациенток. И во время беременности, и на родоразрешение они приезжают к нам. И, кстати, в таких счастливых случаях родители получают два подарочных набора от губернатора. Безопасно ли покупать продукты на рынке? Таким вопросом задалась наша съемочная группа и отправилась на одну из известных видновских торговых точек, чтобы познакомиться с теми, кто следит за качеством продуктов. Все подробности расскажет Максим Козлов. Белые халаты, кислоты, растворы, дисплеи и индикаторы. Заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Олеся Гришина показывает, как работает умная техника, которая помогает выявлять некачественные продукты. Этот прибор называется клевер. Каждый день мы на нем исследуем, каждое утро мы на нем исследуем свежее молоко. Этот прибор нам покажет сейчас жирность, сухой молочный остаток и плотность молочка. В торговом зале на рынке Красный Камень рабочий день в разгаре. На прилавках тысячи товаров, но в отличие от стихийных точек, здесь каждый товар проходит тщательную проверку, и покупатели могут быть уверены, все свежее и самого высокого качества. Важно понимать, что покупая овощи и фрукты, или даже мясо на уличном развале или с борта автомобиля, вы не застрахованы от серьезных неприятностей. В мясе могут быть паразиты, а во фруктах или ягдах, скажем, превышен уровень радиации. Лучше не экспериментировать со своим здоровьем. Хитрые девайсы позволяют взглянуть на продукты вооруженным взглядом. Скажем, вот этот прибор определяет качество масла. Хороший продукт при специальном освещении имеет желтый цвет. Продукт с избытком растительных жиров, например, пальмового масла, горит синим. Не менее внимательное отношение к мясу. На рынке его более 50% домашнего производства. Свинина в обязательном порядке исследуется на трихинилез, так как это особо опасное заболевание, которым болеет человек. У нас мясо поступает с благополучных районов по трихинилезу, но обязательным условием ветеринарно-санитарной экспертизы является данное исследование. На каждый тест опытный специалист, в распоряжении которого современные приборы, тратит не больше нескольких минут. Поэтому у продавцов эти процедуры не отнимают много времени. Обязательным условием ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке является проверка дикорастущих грибов и ягод. Данный прибор называется СКС-спутник. Он измеряет уровень радиации как раз-таки в дикорастущих грибах и ягодах. Анна Ревягина работает продавщицей рыбного отдела. За день через их торговую точку проходят сотни покупателей. И не все они готовы верить на слово продавцу. В таких случаях отдел ветеринарного контроля является своеобразной гарантией свежести товара. Знаком качества. У нас уже покупатели такие продвинутые товарищи. Мы говорим, без проблем. Вот, пожалуйста, ветврачи находятся там, проходите, вам все покажут, расскажут. Были моменты, что действительно приходили, туда подходили, все выясняли. Потом возвращались, да, спасибо большое. Мы все посмотрели, мы теперь спокойно, уверены, нам все нравится и все хорошо. Сотрудники лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы отмечают, что и сами продавцы зорко следят за качеством товара. А потому продукты, которые не выдерживают проверки, встречаются довольно редко. У нас все добросовестные продавцы. Они врача немного боятся, уважают. Наша лаборатория работает с 7 утра до 7 часов вечера. И мы в режиме реального времени каждый день проводим ветеринарно-санитарный контроль всей продукции. Таким образом, покупатели могут быть спокойны. На рынке, где работает ветеринарно-санитарная экспертиза, за качеством товара – строгий контроль. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Новая художественная выставка в историко-культурном центре раскроет все грани таланта художника Сергея Галяндина. В экспозиции представлены работы разных лет и направлений. Подробнее в нашем сюжете. В районном историко-культурном центре открылась выставка художника Сергея Галяндина. Сергей Борисович родился в Астрахани, учился в Ленинграде, жил и работал в Москве. Сейчас он член Союза художников России и наш земляк – житель деревни Жапкино. На выставке, получившей название «Грани», представлены картины, написанные за последние три десятилетия. Это очень обширная выставка. Работа выполнена в разных техниках, на разные темы. Такая ретроспективная выставка у нас получилась. В 90-е годы художник погрузился в православие, занимался росписью храмов и писал картины. В отдельном зале представлен библейский цикл Сергея Галяндина. Подход к этим работам, он своеобразный. Это не иллюстрация Библии, это мое видение их просто, того или иного сюжета, который вот в данном случае я изображаю. Он выражается и композиционно, и цветовое решение, то есть я ищу. Начать осмотр автор советует с картины «Рождество Христова». Художник мастерски передал игру света и тени с помощью красок на холсте. Профессионалы отмечают разностороннюю натуру автора, работающего в разных жанрах. Здесь заметно влияние и Модельяне, и Рериха, и вот все эти пространства, просторы. Но из каждого художника он делает что-то свое. Вот так вот здесь, например, в этом зале мы можем видеть квадраты Филонова, но у Филонова это были люди, а Сергей Борисович показал нам несколько пространств. То есть пространство как загадка, пространство как развитие характера, как развитие души. В другом периоде творчества можно увидеть работы, в которых главное место занимают символы и знаки. А картины последних двух лет – акварельные пейзажи, написанные в реалистичной манере. Всего на выставке представлены около ста работ автора. Ну вот эта выставка, конечно, тронула прям за сердце, за душу. То, что чувствуется душа сердцем, вообще просто восхищена. Это необычайная выставка. Я бы даже поражен тем, что человек живет где-то рядом, тут прямо с нами, в нашем районе. Это гигант просто, это глыба. Увидеть экспозицию своими глазами можно до 10 ноября. Историко-культурный центр работает ежедневно. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин